Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. И при наведении автоматически всплывает окно. По крестику закрываем, опять наводим, всплывает. Можно добавить текст на русском в шапке всплывающего окна. Дополнительный текст. Единственный недостаток данного плагина, то что разработчик не позаботился о том, чтобы была возможность менять язык. То есть я распаковал архив на компьютере и не увидел файлов локализации, которые позволяли бы нам переименовать единственную вот эту строчку на русский язык. Да, можно, конечно, писать разработчикам, чтобы они это добавили, чтобы можно было переводить эту строчку. Но если, скажем, ваш сайт англоязычный, тогда вам не о чем переживать, он вам точно подходит. И да, кто давно за мной следит, я уже записывал видео на похожие плагины, именно Messenger, WhatsApp. Они все имеют какие-то отличия. Именно этот меня заинтересовал своей простотой, то, что он дает сразу, то есть не нажимать, а потом писать в WhatsApp вам, да, а именно сразу с сайта что-нибудь написать, прямо отсюда, как чат, нажать на кнопку «Отправить», и потом уже перейти уже с этим сообщением в Messenger, именно на тот телефон, который вы укажете в названии плагина, в настройках плагина. Поэтому я решил показать этот плагин. «Разработчик». Вот страница. Во-первых, это новая разработка, новый плагин. Мы можем это видеть в репозитории, что последнее обновление было в 2023 году, сейчас 2023 год. Совсем недавно это было выпущено вообще в свет, конкретный плагин. Хоть и показано, что здесь нету Joomla 5, но на Joomla 5 он устанавливается. То есть хорошо установился, все там работает. Ссылку на скачивание данного плагина я оставлю на своем сайте fedorvasilev.com, и, соответственно, ссылку на свою статью я оставлю в описании под этим видео. Переходим в админку нашего сайта. Здесь мы переходим «Система», «Расширение», и сюда можно перетащить архив с плагином. После установки мы с вами переходим в панель управления, «Плагины». Можете либо кликнуть по идентификатору, кликнуть еще раз, чтобы отсортировать и увидеть его наверху. Видим, что это системный плагин, можно отсортировать его по типу, чтобы найти его быстрее, или кликнуть по ID, как вам удобнее. Заходим в настройки. Настройок здесь немного, элементарно все просто. Мы его включаем. Дальше самый тут важный момент – это указать правильный номер. Никаких плюсов. Вот как я номер указал, видите, 8-960 свой номер. Вы в таком же ключе пишите. У вас тут будет подсказка, номер будет уже прописан здесь по умолчанию. «Добро пожаловать», «Привет» здесь нам дают возможность указать русские слова. То есть это у нас вот здесь вот «Привет», вот здесь вот «Добро пожаловать». Любой текст можете здесь написать. Также есть возможность не показывать всплывающее окно. Оно у нас по умолчанию включено. Давайте скромим и позиция слева может быть. Давайте посмотрим. Обновим страницу. Вот слева. И при наведении не всплывает. Только по клику сразу меня перенаправляет в мессенджер. Но я думаю, что если мы это отключим, то плагин будет терять всю свою прелесть, что можно написать сразу с сайта. Поэтому я бы это оставил. И у нас с вами по умолчанию идут цвета мессенджера ватсап, которые все уже знают. Такой серый, зеленый. Я бы не стал менять эти цвета, чтобы они были привычны человеку. А цвета меняются как раз ниже. Вот он «Бакграунд». И вот он «Хедер». Любой оттенок. Если вам все же надо цвет поменять, можете поменять под себя. Больше настроек здесь нет. Надеюсь, для вас было видео интересно и полезно. Пользуйтесь. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok